я приветствую всех на моем канале с вами я не хейтер я за правду а правду говорить как вы знаете легко и приятно сегодня я хотела бы продолжить с вами разговор на тему питание в семье бровченко почему паша бровченко не растет для тех кто со мной не согласен показывал фотку из летнего лагеря где побывал паша все дети младшего подросткового возраста пашины ровесники это не тот лагерь где они была здесь именно пашина возрастная группа вот и сравните паша как малыш рядом со сверстниками хочу поднять такую тему дети в семье бровченко просто-напросто голодают на youtube много многодетных семей и очень часто их питание далеко от идеала да в семье жуковых едят мало мяса рыбы овощей и фруктов да блюда в семье колесниковых пировых иногда выглядят непривлекательно и даже вызывают отвращение но дети-то там едят досыта там нет недоростков дистрофиков и недокормышей да мало питательных веществ витаминов минералов но они не голодные и никто не заглядывает маме и папе в рот как в семье бровченко только посмотрите на эту фото давайте вспомним шедевреальные танина высказывания что родители должны быть счастливые выспавшиеся и волю наевшиеся к детям это не относится дети не башки через букву же голодные не голодные живые или не очень ведь все равно после смерти они наравне с православными святыми окажутся в раю и все там встретятся это таня на высказывание из ее группе в телеграме которую она удалила уж очень много палево там было да тань тань а ты попадешь файта детей голоду морешь думаю вряд ли очень не сошок нравится он все время сдает свою жадную маму когда-то не спросила бывает ли такое что устаёте из-за стола голодный саша робко ответил иногда вот и весь ответ на вопрос почему не растет паша мы знаем что раньше детей за провинность лишали еды то не сама об этом говорила заставляли хлебать суп из тарелки как собачек это все из их видео паша то у них проказник и очень гиперактивной думаю часто бывает лишен еды на бровченко хитрый стали сейчас они такой нам уже не рассказывают еще то они говорила что если дети не наелись то догоняются хлебушком сейчас что война хлебом догоняться где ведро борща тазик котлет 3 литра компота и домашние пироги вот такой примерно меню должно быть у многодетной семьи а у бровченко пол поломника пустого супа без мяса но зато с нечищенным топинамбуром так чем же занимается многодетная мама высыпает днем доедает и допивает ночью когда дети спят завтрак на боре супчик и обед на они а ужин на тимофея выпечка салата на паше работа по мужской части ведра бочку в подвале снег почистить санек заметает макс на всех по очереди борис с утра кашу сварит и свободен они видео от снимет и тоже свободно доедать допивать досыпать всего быка на чипсы под пыла перевела про пыла я в другом видео расскажу сегодня об этом конечно она за ночь натрескается до обеда проспит к вечеру столовую спустится и отведай что там они тимофей приготовили очень плохо дети выглядят какие-то замученные седа изможденные кожу волосы глаза все это выдает не здоровье в общем-то они не хочет и не будет кормить своих детей полноценно и в необходимом количестве для детей жалко еды жалко еду в их семье надо заслужить ее выдают по возрасту то есть огромной порцию да что повкуснее борису чуть поменьше татьяне она же все время беременна и кормящие немного они и паши остальным и того меньше поэтому маленький боря вот он его здесь плохо видно он все время кричал постоянно кусить кусить сейчас ему видно запретили это делать он все равно всегда смотрит на еду голодными глазами выдают еду по возрасту родителям естественно больше и их не волнует что ребенок не наелся и голодным выходят из-за стола вот эта дележка по возрасту больше всего и возмущает ну как как может нормальный отец съесть полстакана ягод а детям по три штучки выдать у меня просто в голове не укладывается ведь в нормальных семьях фрукты и ягоды отдают детям особенно их если их нет достаточном количестве потому что им надо расти и развиваться а у бровченко ничего нет достаточном количестве на столе а дележка воды на красной площади всем по старшинству то есть детям по глоточку маме с папой по потребности да неужели не могли с собой пару баклажек взять если так жалко деньги на воду тратить голове не укладывается а вы что думаете об этом дорогие мои зрители расскажите помните как сашка просил купить ему личный огурчик за свои деньги так ведь это не разрешили потому что покупка была не запланированная а спонтанная тоже фашизм какой-то что вы думаете на этот счет а личный сок как это понять кто-то из старших детей значит купил личный сок а младший будет смотреть и слюни глотать у меня нет слов друзья еще хотела добавить что денег у бровченко достаточно ведь себе на пыло и корюшку они его их не жалеют это всегда у них большом количестве ну и что рыба и пиво калорийные они напьются наедятся им хорошо но не детям детям и супа хватит раньше у бровченко висел замок на холодильнике показываю еще раз для тех кто не видел вот она а теперь камера камеру можно видеть во всех их современных мы последних фото так скажем я не стала скринить танюха лежит на лежбище и наблюдают кто и что из холодильника берет а за воровство наказывает сама танюха и ее муж не голодают как наказывать остается только догадываться я думаю вы поняли ну а теперь о самих блюдах они выглядят вообще несъедобно может специально то они так кормят чтобы съели меньше мясо бровченко вроде бы и начали есть вроде бы нет посмотрите на эту суп из куриного педикюра тоже блевотина какая-то а суп из непрожаренного шашлыка с варениками я не знаю для свиней и до другом назвать даже не могу акуру с трупными пятнами вообще как-нибудь можете представить такую еду для детей я например не могу вот посмотрите это блевотина какая-то а вот меня нет слов пища для свиней я так считаю а в конце хочется сделать вот так вот и все на сегодня дорогие мои зрители я не хейтер я за правду пишите ваши комментарии подписывайтесь на мой канал ваша поддержка мне очень важно ставьте лайки всем пока и до новых встреч